приветствую вас ребята сегодня у нас с вами второе занятие мы будем учиться рисовать нос для этого возьмите продолжаем работать на этом листе возьмите простой карандаш и давайте будем рисовать нос и изучим его построение осы бывают разные у всех смотрите мы его превратим простую геометрическую вернее наш нос рассмотрим со стороны геометрии смотрите спинка носа у нас может быть представлена в виде такого прямоугольника далее вот это представим что это у нас переносится от переносицы к бровям у нас идет вот такие две линии и соединяется между собой это получается такая трапеция вот представьте что вот это у нас тут вот идут брови не вот так условно сделал брови и теперь нам нужно показать ноздри где будут располагаться ноздри и кончик носа тут тоже такая фигура виде трапеции вот обратите внимание далее нос у нас выступающий поэтому нужно его сделать объемным что мы делаем от переносицы вниз немножечко отступаем делаем вот такие линии по диагонали и соединяем с кончиком носа получается такая геометрическая тело призма призма и вот смотрите вот здесь у нас располагаются глаза то есть пока вот так вот странная такая схема ну вот в рисовании именно он изучение анатомии построение человека можно такой вариант изображение тоже найти и так что получилось у нас объемное лицо то и смотрите глаза у нас находится в тоне вот то есть они у нас утопают под бровями и так за тонирую обобщенно далее вот спинка носа у нас она на свету то есть более выпуклая часть боковые части носа у нас тоже уходит в тон потому что здесь идет свет по проникает таким образом для глаза немножко посильнее затонируют чтобы было отличие и вот эта нижняя часть носа она тоже у нас получается в тоне потемнее здесь сделаем и если вы заметите вот между бровная часть вот это место то тоже в тоне только спинка носа у нас выходит видите уже получается объем теперь как вот этот геометрический нос превратить в обычный нос смотрите очень легко вот здесь мы рисуем с вами давайте более мягким карандашиком покажу кончик носа у нас вот такой округлой формы до хрящевая часть носика и а вот это и нас идут ноздри с вами вот здесь обязательно рисуем дырочки небольшие не надо их стесняться пить или надо их нарисовать через эти дырочки сейчас я вам расскажу функцию как раз мы дышим теперь смотрите вот у нас получился носик наш ему в тоне потом вот на этой части портрете тоже также вы выполнили смотрите давайте немножко анатомии вот у нас идет кусочек лобной части вот эта часть носа и если мы посмотрим на скелет то вот носик у нас вот вот эта часть вот она спинка примерно до сюда идет да вот эта спинка она костная вот эта костная часть вот здесь я сейчас он нарисую глазницу куда он оставляется глаз я вам условно скелет рисую тут вот идут скуловые кости так и вот тут уже потом начинается челюсть это вот все челюсть смотрите на нос вот у нас спинка носа вот она костная часть а далее у нас идет хрящик то есть вот этот кончик носа он хря из состоит из хрящика вы даже свой нос можете потрогать и посмотреть как он у вас гнется в разную сторону то есть его можно туда сюда покрутить вот этот хрящик формируют особенности ну и индивидуального человека поэтому он может быть и длиннее и наоборот более вздернутый ну кому как уже повезет дает природа вот эта часть хрящевая она мягкая вот то есть вот это вот как раз а все остальное вот это вот костная и ноздри нам даются для того чтобы у нас вот сюда через носовые пути вот вот так вот через носовые пути поступал воздух охлажденный воздух он здесь прикрывается и теплый уже поступают в легкие также функция носа тоже защитная здесь у нас имеется большое количество микроскопических ворсинок которые захватывают микробы эти бактерии микробы вредные вещества пыль превращаются в сопельки и высмаркиваются нами обратно наружу то есть вот когда мы чихаем когда мы высмаркиваемся вот эта вся грязь она обратно выходит поэтому не жуйте козерки теперь дальше давайте наш носик рисовать вот здесь на нашем портрете смотрите спинка носа вот у нас вертикальная линия мы с вами так как мы рисуем девочку девочка у нас должна быть красиво аккуратно формируем вот такую перегородку это спинка носа соединяем вот эти части с лицом с бровями простите и получается вот такой же треугольничек как и здесь теперь нам нужно нарисовать отметить ноздри где у нас будет ноздри вот формируем вот кончик носа и делаем чтобы был наш нос объемно и добавляем вот эти боковые части вот такая смешная пока у нас картинка получается теперь давайте добавим хрящевую часть носика вот кружочек добавляем ноздри не забывайте про дырочки наши наш человечек будет задыхаться уже этого не хотим поэтому ноздри смело рисуем и не стесняемся вот такой носик теперь смотрите ребят линии построения я вот ли слегка убираю ластиком вот но не забывайте что мы сейчас будем наш нос штриховать и сделать его объемным так все работаем тоже твердым карандашиком штриховку делаем смотрите между бровная часть вот над переносицы здесь у нас тоже тонируется потому что здесь у нас объем будет создаваться далее боковые части носа мы тоже вот так вот елочка как бы штрихуем в одном направлении потом направлении меня в другую сторону и получается как бы такая елочка смотрите теперь дальше немножечко что она прибавляет опять на верхнюю часть верхнего века то есть мы немножечко глаза делаем потемнение поглубже чтобы выделить нос таким образом вот штриховку ведь как я работаю вот повторять у себя в работе точно также так формируется у нас носик и смотрим на этот пример видите у нас уже появляется объем здесь спинку носа можно немножечко вот так вот выделить и заштриховываем нижний часть носа кончик носа делаем потемнее и потому что она у нас нижней части как бы вниз рассмотрит итак ребят смотрите получилось у нас с вами глаза нос и прежде чем мы с вами будем рисовать переходить следующему уроку давайте немножечко затонируем лоб хочу обратить внимание что лобная часть вот примерно вот где у нас вот зона волос идет примерно вот в этих местах вот вот эта часть лоб лба она более светлая а вот здесь к вискам когда мы идем вот тут у нас получается более темный тон поэтому что мы делаем и штрихуем твердым карандашиком так вот линию построения здесь вот можно стереть вот так вот можно стереть и смотрите штрихуем вот таким вот образом по форме лба слегка штриховку сильно к на карандаш не нальвите лоб у нас тоже выступает и где зона висков вот мы здесь немножко разворачиваем штриховку и уходим даем более темный оттеночек то есть на карандаш можно нажать посильнее так и у нас получается такой вот объемчик видите и с другой стороны делаем то же самое не надо бояться вот этих тональных переходов таким образом у вас получится такое объемное лицо живое и академичная так ну и вот тут вот можно где у нас глаза вот тут вот эти места тоже сделать потемнее я вам даю немножко упрощенную схему и такую сложную как для взрослых например те кто будет учиться в вузе да и там будет большое количество портретов на начальном этапе вам этого этого материала которым сейчас даю будет достаточно даже для тех взрослых людей которые хотят научиться рисовать вот этот материал тоже будет полезен вот таким вот образом у нас видите создается объем и вылепливаем его и так второй урок построение носа у нас с вами завершён жду вас на третьем занятии